Зажигательный праздник, уникальные пенные напитки, танцы и живое общение. Ресторан «Пивоварня и Берфекторы» отметили свой восьмой день рождения в формате главного пивного фестиваля «Октоберфест». Сегодня у нас разные конкурсы, розыгрыш подарков, призов. Очень интересно у нас. В каждом году интересные действия. Например, сегодня можно будет выиграть годовой запас пива. Сегодня на празднике в основном наши постоянные гости, которые на протяжении восьми лет приходят в наш ресторан с каждым годом. Их больше и больше, потому что о пивоварне, о ресторане узнают все больше людей и становятся нашими постоянными гостями. Поэтому мы этот праздник устраиваем для них, чтобы они порадовались, за нас повеселились. И мы вместе как-то отметили этот день создания такого уникального проекта не только для Новосибирска и для Сибири, а для страны, для России. Каждый день рождения здесь особенный праздник в стиле мексиканской фиесты, стрелищной вечеринки Вегаса или Бирфактори Феста. По-настоящему гостеприимный прием, который полностью отражает концепцию ресторана, то, что делает нас друзьями. Уникальность Бирфактори в том, что в какой-то момент мы хотели создать проект, который был бы уникальным для, можно сказать, для России. Потому что во многих странах, во многих городах обязательно в городе есть ресторан-пиловарня, которым гордятся жители города, куда приезжают все гости города. И у нас такого в Новосибирске проекта не было. И мы его создали. Мы создали Бирфактори, ресторан-пиловарню, где мы варим очень качественное пиво, у нас очень вкусная еда. И на данный момент многие гости города, которые приезжают из других стран, из других городов, они едут именно в пивофактори. Потому что это такое вот принято во всем мире, что пиво в регионе должно быть какое-то свое пиво, которым все гордятся. И это как раз пивофактори. Потому что вы приезжаете, это пиво сварено прямо здесь, вот прямо вот здесь, где мы стоим, в нашей пиловарне. И вы его пьете, можно сказать, прямо в ресторане. Это уникально. И на самом деле концепция наша не поменялась. И она неизменна, и в этом успех. Пивной ресторан, где меню имеет большое значение. Хрустящие закуски, салаты, баварская сибирская классика, традиционные пивные рецепты в авторском исполнении. Каждый гость ойдет блюдо на свой вкус. У нас выстроено меню таким образом, что каждое блюдо сочетается с каким-то сортом нашего пива. И мы старались и подбирали специально все блюда для этого. Есть, конечно, хиты, которые у нас уже на протяжении нескольких лет самые продаваемые в нашем ресторане. Это, я считаю, что первое, это эльзасский пирог, фламкухен он называется. Как пицца, тонкое тесто, на нем выкладывается начинка и запекается. То есть начинок много, разнообразное, но вот это самый хит. Есть ребра свиные, тоже очень популярное блюдо. Ну и, соответственно, колбаски, которые тоже любят все наши гости. Они все, эти блюда, они разработаны лично мной. Таких как бы и нет здесь. То есть какие-то позиции мы подсмотрели из наших поездок по Европе. То есть мы очень много перенимали там опыта, брали и адаптировали уже все под наш менталитет, под наши вкусы, то есть под наши условия и реалии. У нас наша кухня очень вкусная. В принципе, люди сюда приходят иногда просто поесть. Вкусно поесть, да. Но, конечно же, основным дополнением и основным является пиво. Пиво, которое живое, нефильтрованное, сварено только из ячменя, хмеля, воды, дрожжей. Больше там ничего нет. Поэтому, конечно, все приходят попробовать наше пиво. Пиво само по себе гостинамичный напиток, особенно если приготовлен по старинным рецептам европейских пивоваров. На собственном производстве команды Берфактори варят больше 10 тонн пива в месяц, большую часть из которого выпивают прямо в ресторане. Гости могут не только попробовать 6 сортов традиционного пива, но и узнать некоторые секреты его приготовления на экскурсии. Процесс приготовления пива начинается всегда с дробления солода и подготовки воды на варку. Дальше происходит затирание. У нас затор на сусловарочном баке. Потом фильтрация. Это разделение жидкой и густой части. Кипячение сусла с хмелем. И дальнейшие процессы уже происходят у нас в цехах. Осаждение осадка, охлаждение сусла и перекачка на брожение уже с дрожжами. Здесь установлены универсальные баки. Они предназначены как для брожения пива, так и для дображивания. Брожение у нас длится примерно 5-7 дней в зависимости от сорта. И дальше в любой свободный бак мы перекачиваем пиво на дображивание или созревание по-другому. В среднем 3 недели. 3-4 недели длится этот процесс. Пиво осветляется, набирает аромат, вкус. Ну вот не зря говорят действительно созревание. Специально к 8-летию нашего ресторана мы сварили новый сорт пива, пипа. Вот. Это такой сорт пива с ярко выраженной горчинкой. Я думаю, что было много запросов на это пиво, и оно многим придется по вкусу. Специально мы доработали вкус нашей рульки под этот сорт пива. Добавили туда определенные специи, чтобы получилось, чтобы эта легкая горчинка этого пива прекрасно сочеталась с нашей рулькой. И сделали еще специальный салат. Он так и называется – к пиву. Есть! Один-один пока! Ой, говорили, долго будет! Уже два стаканчика есть! Особое пиво, меню, музыка и конкурсы в честь дня рождения «Бирпонг», «Алкоморской бой» и «Викторина» в этом году главный приз соревнования – годовой запас пива. Мои постоянные посетители этого заведения узнали об этом заведении 8 лет назад. Были на первом дне рождения, выиграли главный приз. У нас в семье такая концепция, что нужно пить пиво там, где его варят. Всегда приходим, потому что для нас день рождения пива «Викторина» – это праздник. Мне нравится, что я уже не первый раз здесь со своей семьей и со своими друзьями. Мне очень нравится, что нас пригласили, что мы постоянные гости. И мне всегда нравится атмосфера «Бирфэктори». Это потрясающая атмосфера. Уникальная атмосфера. Гости вечера – все те, кто знаком с рестораном с самого открытия и даже дольше. Она началась 9 лет назад, когда Андрей Андреевич, директор этого ресторана, пригласил нас начать его строить. Здесь еще был простой подвал. И, соответственно, усилием строителей, нас, те, кто делают прекрасный воздух, кондиционирование, вентиляцию, мы начали потихонечку строить этот прекрасный пивной ресторан, чтобы было хорошо и посетителям, и, конечно же, уважаемым поварам. Как клиент я, конечно, стараюсь бывать не так редко, потому что пиво, оно очень вкусное, очень вкусное. Поэтому к нему привыкаешь. Поэтому я стараюсь, ну, наверное, раз в месяц быть. Нас приглашают на каждый день рождения, и мы отмечаем. Мы приходим всегда с такими эмоциями, что будем надеяться, что это заведение всегда долго и долго будет существовать. Поэтому каждый год что-то новое. Новый сорт пива какой-то, новые какие-то тенденции. Главное правило команды – сохранить то, что создали, не измениться и дальше радовать гостей уникальными сочетаниями своего меню с фирменным пивом. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин